В столице прошел концерт под названием «Волшебство в Рождество». Шедевры духовной музыки, мировая классика, сочинения казахстанских авторов просвучали в исполнении оперных певцов и камерного хора «Астана-Опера». Мы с камерным составом, камерным коллективом театра исполняем произведения Магжасара Мангатаева, Курманда Гайтос, украинскую народную песню «Щейдрик». Из православного блока у нас произведения Турченинова, также Чайковский достойно есть. И завершаем наше выступление, именно хоровое выступление «Папурино-казахские народные песни» в обработке Лины Коребенниковой. Потому что это одно произведение в сборе всех казахских народных песен. Очень гениальная обработка сделанная. Там есть и хосалка, есть и шолпан, есть караторгай, жайдарман. Такие вот наши классики казахской музыки. И это все будет вкупе, будет в одном произведении. В числе артистов, порадовавших зрителей, блистали солисты театра «Астана-Опера» Татьяна Вицинская, Дина Хамзина и Асем Сембина. Партию на фортепиано исполняли Елена Сахно, Жанна Рахметова и Жанул Рахимбекова. В Национальной Академической Библиотеке Республики Казахстан состоялось открытие иллюстрированной книжной выставки. Выставка знакомит с историей становления независимого Казахстана, ставшего крепкой страной за 30 лет. Представляет информацию о тюркских каганатах, золотой орде, аккорде и достижениях казахстанского государства с момента образования казахского ханства. Раздел под названием «Рух Уакыт Тулгалар» посвящен историческим личностям. Жамбыл Жабаеву, ведь в этом году исполняется 175 лет со дня рождения поэта, государственному и общественному деятелю, абаеведу Каюму Мухаммедханову в этом году в Казахстане отметят 105 лет со дня его рождения, и многим другим общественным и культурным деятелям. В Алматы в Государственном музее искусств имени Аблхана Костеева открылась фотовыставка «Путешествие во времени». Мероприятие инициировано Гёте-институтом в Казахстане и посвящено воссоединению Восточной и Западной Германии. Экспозиция включает в себя около ста уникальных снимков Эриха Соломона и Барбары Клемм, непревзойденных мастеров фото-журналистики. Несмотря на то, что их труды разделяют более 50 лет, оба смотрели в одном направлении, демонстрируя в своих работах текучесть жизни через призму неразрывной связи личности и общества. Современный зритель может, придя на эту выставку, увидеть жизнь и политические и культурные явления, которые происходили в Германии, начиная с 1920-х до конца 1990-х годов. То есть такой огромный промежуток времени, как менялось общество, как выглядели заседания суда, политические мероприятия. Представленные снимки отображают уникальный стиль авторов, заложивший основы пресс-фотографии и координирующий её дальнейшее развитие. В 30-е годы, ввиду ограниченного допуска к информации, Эрик Соломон прибегал к различным уловкам, создавая особые непостановочные фото, символы своей эпохи. Этот же метод применял и Барбара Клем, будучи одним из немногих фотографов, кому было разрешено осуществлять съёмки на территории Восточной Германии и тем самым став своеобразным летописцем истории дальнейшего объединения двух миров. А сейчас мы расскажем вам о событиях ближайших дней. 14 января в Театре имени Станиславского пройдёт постановка «Сон в летнюю ночь». 14 и 15 января труппа Театра драмы имени Горького на сцене Музыкального театра юных зрителей даст спектакль «Смешные деньги». 14 января в Намад-Сити-Холл труппа Государственного театра драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова устроит показ постановки «Жас Абай».